Мир вам! С миром! С миром! Как слышно? Да, слышно, неплохо. Ну, слава Христу! — Игнат Тихонович, вопросы в продолжение ролика, который вышел на вашем канале 12 декабря, и часть вопросов остались не, так сказать, раскрытыми. Хотелось бы продолжить, развить, так сказать, эту тему и задать дополнительные вопросы. Поэтому, если позволите, я приступлю. — С удовольствием. — Вопросы, касаемые той теме, которой, с одной стороны, в нашей Церкви говорится очень много, потому что она действительно одна из, пожалуй, фундаментальных тем. Речь идёт о высшей ступени благовестия, а именно о миссионерстве. Поэтому создаются всевозможные миссионерские отделы, миссионерские служения, назначаются, скажем, люди, которые ответственны за должности, скажем, епархиальных миссионеров и так далее, и так далее. Но, однако, мы, глядя на современное положение Церкви, должны сказать, что миссионерские отделы, либо те люди, которые находятся в должностях миссионеров, в общем-то, либо не справляются со своими обязанностями, либо всё-таки сама эта деятельность подразумевает нечто совершенно иное. Поэтому, если говорить о миссионерах, которые сегодня в наше время, в нашей стране действительно приносят плод, то, в первую очередь, это связано прежде всего с вами, с отцом Андреем Кураевым и с отцом Олегом Стеняевым. Просто, ну, как бы, другие люди даже в голову-то и не приходят. И вот поэтому первый вопрос такой, как узнать, когда истинное миссионерство, как узнать, избран ли человек на эту должность и должен ли он заниматься этим? Вот вы сказали, несколько не так, как бы, что-то на это идёт. Ты попробуй, порегулируй, нащупай тот момент, где не будет вмешаться. Вот так, ладно. Чтобы только меня слышно было. Слышно? Да, да, да. Вы сказали, несколько, может, не так там, это в миссионерских отделах. До этого вышла брошюра Петра Мещеринова. Это егумен Данилова монастыря. Это довольно необычно всё это высказывается. Хорошо. И книжка вышла о некоторых наших упущениях. Я ему написал письмо не о некоторых, а о всеобщем попрании канонических правил, канонов и о всеобщем нарушении их. Когда вот это лжекрещение, которое по лбу-тойку ударил ладошкой, без подготовки приходит. Ни кумовья, никто ничего не знает. Это чудовищный обман. А всеобщий, я говорю, заголовок у вас неправильный. А остальное говоришь правильно. Птичьим языком, говорит, разговаривают-то миссионеры. Яблочный, ореховый, медовый. Спас один, кровавый на Голгофе. Другого не было никогда. Так и здесь. Миссионерский. Я занимался этой темой. У меня на всё заготовки есть. Но я вчера ещё более обширно эту тему рассмотрел. И сейчас я буду... Вам меня будет видно или нет? Я не знаю. Вот. Но мне тут нужно будет читать. Вот текст придётся снимать, Володя. Этого текста 38 страниц. Я часть буду читать, а остальное просто, чтобы зафиксировать. Вот слово проповедовать, проповедь, встречается в Святой Библии 138 раз. Где-то себе быстренько на бумажке пишите. 138. В Новом Завете 119 раз. Ну, если остальное там остаётся, то меньше 20-ти. Это только в Ветхом Завете. Не канонические два раза. Можно понять тогда. Слово благовествовать. 107 раз в Святой Библии. Во всей Библии. С неканоническими вместе. В Новом Завете 100 раз. То есть на всё остальное, хотя объём Ветхого Завета в 3 раза больше страниц, чем в Новом Завете, всего 7 раз. Тут понятно, куда всё клонится. И когда говорится в Ветхом Завете о проповеди, то проповедь о том, чтобы обличить. Слово «Мессия» встречается в 2 раза в Святой Библии. Из них в Новом Завете 2 раза. То есть в Ветхом Завете вообще слова «Мессия» отсутствует. Дальше слово «Подражать». 19 раз в Святой Библии. И всё в отрицательном доме. Не подражая злу, не подражая такому, то подражали Иерархаму, сыну Новатову. В Новом Завете всё по-другому. Я буду дальше местописание говорить. Слово «Миссионер» во всей Библии 0. И в Новом Завете 0. Даже вам не придётся искать и прочее. Готовы данные только записать. Теперь я начинаю читать. От слоев «Подражать». Кому надо подражать? 3 Иоанн 1.11. Возлюбленный. Не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога. Делающий зло не видел Бога. Я это расширяю так. Когда идут вопреки Священного Писания, это зло. Это не только то зло открытое, когда ударил, блудил и прочее. Нет. Вопреки Слово Божие. Это самое ужасное. Почему в притчах Соломона, 30 глава, 5-6 стих, говорится, не прибавляй к словам его. Всякое слово Божие чисто. Не прибавляй к словам его, чтобы он, Бог, не обличил тебя. Архиерей не обличает. Люди не обличают, они не знают. И ты не оказался лжецом. Прибавил, добавил там где-то. Как обычно говорят, когда Господь говорит, не заботитесь ни о чем. Все сие приложится вам, а все остальное. Притом баптисты, патриарх, все одинаково говорят. А остального нету. Сие впереди. Что? Питание и одежда. Ни о чем другом нету. А не то, что тебе кадиллак, дача, заграничные поездки. Остальное. Кто это подает? Теперь пища к Богу не приближает. И все добавляют. И не отдаляют. А это сущий обман. И притом православные одинаковые, сектанты тут одинаково. Отдаляет. Из рая человек вылился. В пустыне погибли. Не продать, не купить. При антихристе из-за пищи погибнут люди многие. Не подражай злу. То есть отступление от слова Божие. Оно незаметно такое. Зло то, что слово Божие скрыли. Все уперли в литургию, которую наполовину уже сократили. Можно даже увидеть, как у старобрядцев она идет где-то. А это зло. И такой человек делающий. Не видел Бога. 1 Коринфянам 4.16 Представим, что среди нас апостол Павел сегодня находится. Зашел в наш храм. Ну, постоял бы часа-полтора. Потом бы спросил, а какой веры это люди? Потому что мы 28 глав деяния апостолов решили разбирать. Остались одни наши братья и по порядку читать. И мы практически ничего не нашли сегодняшнего. Даже такое прощали с Павлом, апостол. Люди помолились вместе на коленях. Сегодня это нельзя. Патриарх поехал и сел на машину. Машины длинные, такие называли членовозы. Для членов правительства. Только колесам членовоза кланяться можно. Я написал однажды письмо. Мой патриарх Пимен стоит. Я когда стал подходить, а вокруг него стоят ребята. Ну, такие ребята подобраны. Видно, что в спортзале жизнь проходит. И я когда благословлял, я ему раз в руку письмо подал. Он меня вот так потихоньку рукой толкнул. Я оттуда чуть к обрем не улетел. То есть у него все. Письмо я тогда вечером уже передал. А к утру голос Америки его передали. Я законным путем хотел подойти. Иди покажись священнику. А безобразие какое есть. Как патриарх Никон говорит. Я коростолу в грехах. И вы со мной вместе. И вот Павел говорит. Посему умоляю вас. 1 Коринф 4.16 Подражайте мне, как я Христу. Вот вообразим, что сегодня вышел у патриарха и сказал. Подражайте мне, как я Христу. Люди бы засмеялись только. Архиерей ваш, любой сегодня выйдет. Поражайте мне. Ну, в первую очередь, обвинили бы в тщеславии. В гордыне прелести. Это набор Доркинский. Прелесть гордыни. Прелесть гордыни. Хочешь что, сделай прелесть гордыни. А не с апреля в этом. Подражайте мне. Нам нужно так же жить. А почему? 1 Коринфянам 11.1 Будьте подражателем мне, как я Христу. Однажды неправильно поступил протопопа в вакуум. Его совесть осудила. Он взял плеть и домашнего разделся. И говорит. Каждый бей меня там сколько? 5-10 раз. Кто не будет бить меня, не будет иметь со мной участие в царстве небесном. А относительно своей участия он немало не сомневался. Мы не можем этого сказать. Дальше. К Ефесянам 5.1 Итак, подражайте Богу, как щадо возлюбленное. А Бог-то в Павле. И Филипписам 3.11 Подражайте, братья, мне. И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. То есть на Павле это не закончилось. А сегодня попробуй, я скажу, подражайте мне. Сохрани Бог, мне до утра не доживь. Прелесть, гордыня. Они меня обклеят, как заграничный чемодан. 1 Фессоники, Сам 1.6 И вы делались подражателем нам, не одному Павлу, и Господу. Приняв слово, его дать надо еще, чтобы принять. При многих скорбях с радостью Духа Святого. Запомните, о скорбях речь идет. Это один из признаков миссионера. Проповедник он, благовестник, он может дома сидеть и благовествовать. А миссионер это открытые двери дома. Это преступники, все к нему вхожие. 1 Фессоникистан 2.14 Ибо вы, братья, сделали с подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее. Потому что... А почему подражателями? Потому что и вы тоже претерпели от своих единопременников, что и те от иудеев. Покажите мне миссионеров, которых вот сейчас называли. Где они страдали? Страдали только от переедения большими животами. К слову сказать, полный человек с излишним весом, ожиревший, не может быть миссионером. Слово Божие это запрещает лгать. А куда он пойдет-то с такой брюшиной, с такой мамоной? И дальше 2 Фессоникистан 3.7 Я говорю только о слове подражать кому надо. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас. Тот приезжает, архиерея, если куда, с ним едет свита, и всем надо в конверте что-то положить, дать разорение просто прихода. И меня спрашивает священник из Центрального района России про Таиреи из Тулы, Иван Суворов. И говорит, а вот вы можете назвать хоть одного архиерея, который эти поборы не делал бы? Когда едет, все трясется. Я говорю, я знаю. Как? У нас? Ну может быть где-то на картинках? Я говорю, нет, живой. А кто? Я говорю, Евтихий Курочкин. У него даже наскоп не было. Я с ним вместе, говорит, и пил, и ел, и он со мной овечек пас. И мы целый день на Соломе беседовали. Второй фессионистом 3.9. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Как-то в епархии мы беседовали, в епархии местной. Ну, у нас такая встреча была, патриархийная МП с зарубежниками РПЦЗ. Я говорю, вы хотели бы быть, как мы? Они всех, конечно, порядок такой у нас были. И каждый говорит, мы никто не сможем у вас вести даже богослужение. Мы не можем. Вот такая тишина, движения нет. У меня, говорит, священник, руки опускаются. Я как в подвешенном состоянии нахожусь. Я говорю, а мы на вас похожими не хочем быть. Мы вас чураемся, как болотные чумы. Проходной двор. Вот это шатание. Хороший священник, проповедует. Ну, речистый-то. А иногда маленько повернут аппарат-то. А там видно, торговля идет, очередь вьется, ленты, как к манзолею Ленина. Черная лента, это алтаря, за цветки стоят там. Повторяю, 2-й офис на Никистан 3.9. Дать вам вообразец для подражания нам. Себя дать. Это как надо жить настороженно. Бедно. В проповеди. В бесстрашии. Имея страх только перед Богом. Евреям 6.12. Дабы вы не обленились. Вот причина какая. Нельзя быть миссионером ленивым и толстым. Но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование. И последний, как роковой стих. Эпиграф ко всем 12 томам Дмитрия Ростовского, житьям он взял. Евреям 13.7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Вот таких-то настолько мало, что меньше, чем один человек на целое столетие. по житьям. Ту выхладку, которую я дам, мне никто не даст. Ни Смирнов. Никто не даст. Они не знают житья. Поэтому они ими не оперируют нигде. А я даю полностью все. Жития 50. Житий, в которых говорится об этом. Видения. Какие были при Павле видения? Какие сейчас? То есть разница. Не то, что разница, а совершенно другая область. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. И римлянам 10.15. И как проповедовать, если не будут посланы? То есть кто-то должен послать. Вот пишут проповедовать. А здесь в Библии написано проповедовать. И. И стоит. А мне говорят, вы неграмотные. Я говорю, а вы невнимательные. Считайте. И написано римлянам 10.15. Как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Вот человек, который курит, у него рак легких. Показано там в десятки раз больше, чем у некурящего. Ну, некурящий, когда дым напустят, невольный курильщик в доме, в избе будет. Дальше. Если на свай берет, там, у него щека, рак щеки. Трубку курит, рак губы. У священников профессиональная болезнь ноги. Он стоит на месте, кровообращения нет, вены лопаются. Они, ну, которые уже на пенсию идти, у всех ноги болят. Я здоровыми ногами практически никого не знал. А тут написано, как прекрасные ноги, благовествующих мир. То есть они должны ходить ногами. Толсторожие, толстозадые, они не годятся сюда. Кефисианам 6, 15. Я обувь ноги в готовность благовествовать мир. Надеваешь один сапог, другой, не штебеты дырявые, а сапоги. Господь говорит, простру сапог мой, подражай ему. Дальше. 1-й, 1-й, потому что наше благовествование у вас было не в слове только. Вот они научатся там в семинаре, в академии. Но и в силе, и во святом духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас, между вами. Вот он, миссионер. Вот характеристика. Пусть они попробуют в нее вписаться, и чтобы не сам он сказал, а о нем сказали. Иеремия 20-й главный стих. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем, как горящий огонь, заключенный в костях моих. Я истомился, удерживая его, и не мог. Это все в характеристику миссионеров входит. А им это не нужно. Я-то остановлюсь на этом. Подумал я, не буду напоминать, меня давят со всех сторон, нарестовывают, отпускают. Замолчи. Я приезжаю в Апрунзе, меня там скручивают руки, прямо только в храме молюсь. Везут на допрос. Прямо из храма. Я могу назвать такие города, где меня ловили, теряли. Как в Москве, помню, я в метро сел, уже забыл, что за мной гонятся-то. А потеряли меня в Караганде. И кричат, он вот здесь. А там милиционер, гляжу, из старушки-то выскочил. Руки распростер, меня ловить. В метро, в Москве. Я однажды проповедовал в соборе Василия Блаженного. Пусть кто-нибудь покажет, что он был. Там закрыто. Ну, только как музей-то. И они гонялись и кричат, ну, где он только сейчас был здесь? Как-то на суде спросили. Она говорит, судья говорит, ну, вот Лопкин был в это время здесь. А он, а вы говорите, здесь был ваша честь. Так он же вездесущий. Надо в суде стоять серьезным. То есть, качество Божие приписывают вездесущие. Теперь вот я скажу. Это похвала Господу. Нельзя умолчать. Павел говорит, более страдал, более все перечисляет. Более их потрудился. Я имею право это сказать, прославляя Бога. Вот наступает перестройка. Еще перестройка только идет. Меня в 87-м году последний раз выпустили. Интересно, тут была у вас в Красноярском крае был благощином Александр Бурдин. А у него матушка Анна была. И они так-то сидели там, выпивали, священников, архиереи, может быть, сейчас не знаю. И на меня они, да вот он такой-то там икону, и она зашла, как вам не стыдно, брешите, сидите. Скачков говорит священнику, ты же у Лапкина учился переплетному делу, но увидел комнату, у него места нет и все в иконах-то. А вы сидите трепетесь, а он там где-то в вузах сидит. И они все замолклись. То есть они на мне пляшут. И когда мне освободили, то им сразу позвонили. Кончился ваш покой. Его же выпускают теперь. Покой. Вот смотри, чтобы понять, что такое огонь, разлитый в костях. Я бы хотел по-другому, никак. Мы были единственные, может быть, на всю Сибирь православные, у которых налажена была доставка Библии в то время, когда не было их. Притом мы везли их туда машинами. Как? Старший пресвитер, это не епископ, назывался у баптистов Грузии, Сизов. Мы через них. Притом брали по себестоимости. А то себестоимость примерно в 10 раз дешевле, чем церковная. И вот где я сейчас буду перечислять, где я проповедовал, я приходил с набитыми рюкзаками. Книг разных и, конечно, Библии. Прокуратура края. Записывай. Когда я в тюрьме проповедовал, за мной приезжает машина и говорят, прокуроры сегодня собрали здесь со всего края, мы просим вас выступить перед ними. Пусть они посмотрят попы, которые с властями связаны. Власти-то понимают, если они так ведут себя сейчас, они и нас предадут в любой момент. Как-то тут приехал Дворкин Александр Леонидович, ну и выступал. А его спросили, говорят, а кто такой Лапкин? Она выступал, тут силовые структуры собрали в епархии местные. Ну, тогда был другой епископ, Максим Дмитриев. Да, это еретик, там, раскольник. И в это время у них там, я сейчас не могу сказать, я из чужих слов говорю, видимо, майор был, я даже фамилию его знаю, из КГБ встал и говорит, а мы Лапкина уважаем, он камня за пазухой никогда не держит. Вот какой он есть, мы его знаем. Я когда им написал бумагу, скажите, какой я в вашей разработке был, под какой кличкой, я же знаю, там, патриарх Алексей Дороздов, Кирилл Михайлов, там все. А он говорит, а у вас клички не было, вы проходили под своим именем. А почему? Вот тут теперь думай, почему. Вот представьте, я пропадал в КГБ, прокуратура, краевая, прокуратура района, это пять районов в Барнауле, регулярно, из года в год, веду занятия в пяти отделах милиции, в краевом и в городском отделе милиции, городской, тут получается семь отделов, и в районных отделах милиции. Милиция, дальше, во всех воинских частях, они воинские части привозили, кинотеатр, это луч, так меня, в коридоре, сиденья занятые все, протягивали, чтобы кафедры протащить. В самых больших кинотеатрах здесь проповедовал, как кинотеатр, кинотеатр мир, по приглашению, туда не попадешь так. Дальше, примерно, там, университет был один, а сейчас их много, институты, в пяти, в пяти, сразу, почему я вам и завидую теперь, при том, это регулярно, дважды в неделю, по паре часов, академических. Тринадцать школ, академгородок, три радиопрограммы регулярно, в воскресенье, каждая у меня онлайн, как говорят теперь, часовая. По эфирному времени я стал на первом месте, там коммунисты с ума сходили, хоть утром, хоть вечером включил, почему не профессора, никто, никого нет, почему вы все откупили, договорили священники, что я за доллары закупил телевидение, все, ставят три кинофильма, в которых я участвую. Батюшка мне звонит, отец Аким, говорит, вот у нас тут, ну, были тут съемщики, снимали фильм, и вот просят, чтобы с вами встретиться, я говорю, зачем мне это надо? Батюшка два, три раза звонит, я разрешаю, они приезжают. Кузнецов Владимир Сергеевич, некоторые, может, не знают, в Советском Союзе было только три киностудии документальных фильмов, Санкт-Петербург, Москва и Свердловск, но у них были пододелы, один пододел Свердловской киностудии, Красноярске, и Кузнецов Владимир Сергеевич там был, и он снимает фильм «Предчувствие», но они опоздали показать его документальных фильмов в Югославии, боролись за приз «Золотой Витязь». Ну, уже первый, второй, третий были, он умолил, говорит, я кое-как, говорит, ну, посмотрите хотя бы уже, тут, когда посмотрели, этот фильм наш сразу на первое место, а который первый, на второй, и так сдвинули. А мне сразу говорят, это вы его вытянули, я поехал в Америку, там, не, чтобы не видели, я такого, везде, где был, и в Сакраменто, в Лос-Анджелесе, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, везде фильм этот смотрели. Но не моя это заслуга, это Господь сделал. Вот я сейчас говорю, будут нападать, а вы хвалитесь. Так, есть чем хвалиться, хвалящийся хвалить Господом написано. Это повеление прямое. Он приезжает второй раз, я говорю, зачем, мне-то еще надо снять. И фильм называет «Златоуст из Потеряевки». Каково? Ну, не я называю, сейчас от ум, просто безумно на меня нападает. Какой вы, златоуст, да вы? Ну, не я это сказал. Меня посадили в Краевой газете статья «Златоуст со второй строительной». Потом будет, когда освобожусь опять «Златоуст». Но не я это делаю и говорю. Я просто говорю, что разлитый огонь в костях. Теперь, все заводы Барнаула, это Краевой центр, фабрики, дома культуры, где там есть, даже по районам, я беру только рядом, которые. училища какие там военные, летное училище здесь, высшее авиационное. Я регулярно веду занятия. Повторяю, все техникуме, еще школы, 13 школ, все техникуме. Так, когда идем мимо, говорят, ну, вот это вот дом моды, уж неужели вы тут были? Да, был, собирали персонал. Да, вот фабрика зеркальная, а тут я несколько раз был. Почему все директора были расположены и помогали лагерю? Я не хотел бы, ничего не сделаешь. Разлитый, должен быть огонь в костях. Для миссионера без этого вообще не за чем говорить. Вот они пусть покажут, где они в это время были. Так я называю, это не все. Практически сколько районных отделов милиции еще захвачено было. Однажды, я поздно ночью уже почти возвращаюсь, около дома стоят машины. Я подхожу к дверям, подходят два полковника. Я вижу один авиационный, другой танковые части. А вот мы сегодня судили, решили захартовать самолет. Меня везде возить по воинским частям. Они видели плоды. Как начальник милиции, там генерал мне говорит, знаете, моя милиция стала вести себя тише. Я религиозный, еженедельно работаю в тюрьме, 3700 человек, которые отбывают на химии. Там ведут занятия, там ходил священник, его оттуда прям, ну ведите у нас. Я говорю, ну тут батюшка идет, да какой он ничего не может сказать-то. Я не люблю сеять, где уже сеяли. А что он сеял-то, пришел? Повторяю, в тюрьме 18 лет, непрерывная работа. Вот, начальник говорит, знаете, они тут потеряли эти динамики-то разоборные. Я сразу по радио выступил, нужны динамики. К утру у меня 58 динамиков стояло уже. Врияние на народ какое было. Это Господь так делает. И отдельно еще встречи в телевидении. Потом ставят фильм «Глаз вопиющего» или «Второе крещение Руси». Малашин Юрий Николаевич Новосибирской киностудии ОПИ. Его называли Москской киностудии. Вот оно, что означает огонь. Без этого огня делать нечего. Повторяю дальше. Так, теперь так. Иеремия 6.16 Так говорит Господь, «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый. Идите по нему и найдете покой душам вашим». А на них сказали «Не пойдем». В это же включить нужно в 92-м году мне приселяли приглашение от митрополита Виталия и тогда был секретарь у них Иларион. Его фамилия Капрал. Первостититель, который сейчас. «По Америке меня возили, везде выступала. С баптистами встречи. В «Голос Америки» даже выступил. Ну пусть они покажут, где они выступали. Вот мы находимся в Лос-Анджелесе. Я говорю, я с вашей молодежью не встречался. Тут сербы разные там где-то. Одна же в Жорданвильском монастыре я выступил с темой «Будущее русской эмиграции в свете священного писания». Там переводчики были на китайский, корейский. Это значит, люди жаждали, слышали. Один вышел сразу, «Можно я вам помогу?» Я говорю, «А чем?» «Ну я выпишу чех, а чё это такое?» Я даже не знаю. Он тоже мне шесть тысяч долларов выписал. Я его загипнотизировал. Мы каждое утро болел архиепископ Антоний Синкевич. Мы в одном доме как бы с ним жили одно время и гуляли. Я прихожу, а то у Орловых было. А вот сейчас Никита Пеоктистович, митрополит Антоний стал. Я говорю, мы сейчас ходили, гуляли с лодыкой-то. И он сказал, «Подождите, сам пошел в банк и снял все деньги и мне отдал». Это он. Да у него, говорит, снега зимой не выпросишь. Огонь. Растопил снег. Вот пусть они похвалятся Господом, что Бог с ними. Тогда я могу подумать что-то. Иезекииля 2 глава 5 стих и 7 и 3 глава 11 стих. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом. Но пусть знают, что был пророк среди них, ибо они упрямы. Я говорю о том, что означает миссия. Я себя не называю. Вы будете называть. А в России были или нет? Были. Степан Пермский я называю. Вениаминов. Помню ты? Просветитель Севера. Иннокентий. Есть такие. Архимандрит Макарий Глухарев. На Алтае трудился. Настоящий миссионер. Говорит, а надо проповедовать. Вот я на проповеди сейчас это слово переубеждать, как бы. Это из симфонии беру. 1 января. Василий Великий. Дьякон говорил два раза проповедь в день. Где это? Дьякон говорил проповедь два раза в день. Сарх Диаклетиан был страшный гонитель и истребитель христиан, но дал право одному человеку свободно проповедовать по всей стране. Иулиан. А почему огонь? Диаклетиан это самый долгожитель из гонителей. четыре дикта против христиан издавал. Последний был такой. Где встречаешь христианина, не надо хватать, еще убивай на месте. Половина имения твое. Где бы ты ни был, что у тебя в руках там? Книга, книга, и бей, булка и хлеба, чем угодно, только убей. И вот дальше перечисляют Макарий Александрийский. Он по пустыне ходил, а бес толкал его к путешествии. Бес под благовидной причиной говорил, иди в Рим, там большую пользу принесешь. То есть, если где на проповедь было откровение, это от бесов уже стали считать. Вот Петр Афонский. И вдруг приходит человек и говорит, что ты сидишь здесь? Он из плена был вырван. Он нашел пещеру, в горах живет. У тебя мать, отец неверующий, братья, деревни тебя знают, ждут. Иди, там люди обратятся. Он перекрестился. Да сохрани Бог, я обещание дал из пустыни не выходить. Ну, ты сидишь один, а там бы слышали. У него объяснение одно, это был не слуга, это демон был. То есть, все люди, которые звали на проповедь, это демоны. Ефрем Сирин, 28 января, так много проповедовал, что голос пропадал от проповеди. Это признаки миссионерства. Те, которые туда, о чем они пишут, о чем угодно, будут нападать на кришнаитов, разбирать, в какое место, когда, не знают. Вот, 31 января, Никита. И тут, как он, бес его подловил, детское, теперь он говорил так, перестал совершенно молиться. А вот, молиться, это главное, главнее главного. 19 марта, Хрисан, через 7 дней после крещения, начал проповедовать. Я начал проповедовать, через 2 часа, как обратился, на корабле, где все неверующие. Только подошел наш лоцманский катерок, как я через пальч в борт переступил, и сразу первому человеку начал говорить. Я не хотел даже, как будто не я это говорю. 30 марта, Сафроний, Иркутский, вам рядом. Миссионерская деятельность, заброшена в церкви. Некому заниматься проповедью. Помять себе. Сафроний, Иркутский, 30 марта. 31 марта, Аполлоне, ему сказано было, иди в населенное место, и проповедуй. Он пошел, и обратил 500 человек. Ну, 500 человек, это уж община была бы. 3 мая, Феодосий Печерский, ночью ходил к евреям, и проповедовал, чтобы получить от них казнь на кресте, как и наш спаситель пострадал. 13 мая, Яков Незибийский. Началом проповеди нужно человека привести в страх. Начало проповеди-то. А не так, Бог любит тебя, ты приди, Бог любит тебя. Игнатий Бричинов говорит, если ты не испытал, что такое страх Божий, живем быть в аду, как об этом Пимен говорит. Где сатана, там и моя участь была. Начни все сначала, у тебя все обман идет. Сектанты ни один этого не знают. Повторяю, я ссылаюсь на очень важных людей. На Пимена Вериху, Игнатия Бричининова. Дальше. 3 июня, Лукьян. Климент обратил Дионисия. И дальше. Как мало деятелей в Слове Божьем. То есть, он должен Библию деятелем быть. Как говорил Серафим Саровский, ум должен плавать в Евангелии. У него в Котонке всегда было Евангелие. Дальше. 3 июля, Александр из обители неусыпающих. Это уже прошли столетия. Внимательно слушайте. Никаких миссионерских отделов нельзя создать. Это поделка сатаны. Миссионерский отдел два человека. Два. 12 избрал, отправил по два. И написано, кто с кем Павел пошел. С кем он ходил вместе. С Варнавой. А дальше разделились. Варнава взял Марк, кого он в силу. Две пары. Дальше. Господь избирает еще 70 апостолов. Малые апостолы. И всех посылает по два. Там написано, и послал их по двое. Кирилл и Мефодий идут. Сколько их? Моисей и Арон. Сколько их? И здесь написано, послал по двое. 3 июля, Александр из обители неусыпающих. По двое. 70 человек послал на проповедь. По двое. Уже столетия прошли. 2 сентября Иннокентий, митрополит московский, вот которым я сказал, миссионер. По всему северу прошел, совершил апостольский труд. Почему нет нигде сегодня миссия? Это слово апостольский. Апостол. Апостоличный смирян. Такой вот заголовок. Зарядите. Обращая иноземцев ко Христу. 2 сентября Ян Богослов учил епископов, уже будущий стар, непрестанно проповедовать о любви Божией. 21 сентября Андрей ревностно проповедовал Слово Божие. 21 сентября Дмитрий Ростовский никакая работа не отвлекала от проповеди. А ее нету. Вообще, годами в церкви ни одного слова не слышат. 23 сентября Поликсения написано Андрей Апостол дни и ночи проповедовал поучался креста распятый. И продолжал не умирает, висит крепкий и проповедует, и проповедует, как будто не он висит. 2 октября Андрей Еродиев в раю птицы поют несказанно. Это означает, что речь идет о непрестанной проповеди Слова Божия. Толкование-то какое. А я интересно написал в Люксембург один хороший священник, Пух, фамилия его, Пух Сергий. Ну как это вы поповедник, что проповедником называется? Я, говорит, жизнь прожил, такого не слыхал. 3 октября Дионисий исповедание рождает чад. То есть перед другими. Кто меня исповедует перед людьми, это не на исповеди. Бениамин Диакон 13 октября будущий уже перед палачами услышал, ты только не проповедуй, иди домой. А он ответил им, горе, скрывающим свет Евангелия. 22 октября Какое место может скрыть нас? Смело проповедуйте Христа. Ну вас же гонят, надо спрятаться. Деяние апостолов 8 глава 4 стих Заучите наизусть. Апостолы при гонении остались в самом тяжелом месте в Иерусалиме. А рассеявшиеся жены, дети, мужья ходили и проповедовали. Ну куда он пойдет с таким пузом? Я зову архиепископа Гедеона, Докукин фамилия его, в Новосибирске. Я говорю, Владыка, пойдемте вместе на проповедь. А он по животу себя похлопал, а живот такой же, как у Смирнова. Дмитрия. Крест все время надо подправлять. Он сидит, он у него сползает и сползает, его видно как это. Ну, на арбуз положи крест, он будет сползать или на тыкву. Игнатий, ты зовешь меня, ну куда я вот такой-то? И по животу себя похлопал. Я говорю, так пойдем он сдуется с вас. Читаем. 22 октября Верки говорит, смело проповедуйте. 29 октября Авраамей. Вот интересная биография. В одном селении его никак не хотели слушать. Но он проповедовал мне пристанно три года и никто не обращался. Его били, выбрасывали из того поселения. И обратилось тысячу человек ко Христу. Спожи, которые сегодня миссионеры, били вас или не били? С кровавыми зубами и губами приходил ты домой или нет? Забор на тебя таскали или нет? Я уж не говорю сидеть, это нет ни одного такого сегодня, никого нету. Иоанн Новгородский 5 ноября учил непрестанно. Я взял других нету, только вот этих я беру. Так, а вот уже Федор Студит 11 ноября, тут по-другому, это старобрядческий любимый, велел проводить крестные ходы и высоко поднимать иконы. О, вот откуда она идет. Федор Студит любимый старобрядцев и Максим Исповедник. 13 ноября, Иоанн Златоуст. До Златоуста профи не было только с книгой, по бумаге. Он же стал говорить изусно, свободно. А это уже не просто так, а уже пятый век наступает. И вообще он начал, стал говорить изусно, свободно. Интересно, выходит и по бумажке считает доклад, там президент, а Петр Первый запретил уговорить и без бумажки, чтобы дурь каждого была видна. 23 ноября Григорий Акарагантийский изучил Писание. Все отдал на проповедь для пользы церкви. 23 ноября Григорий Акарагантийский. 4 декабря Анда Москин. Когда его наставник запретил, мог говорить, по учению, то его наставнику явилась Божья Матерь и сказала, «Для чего ты закрываешь источник, заграждаешь ему доступ к сердцам людей?» Вот, по житиям святых. Дальше. Володя, снимай здесь вид, какой должен быть. Псалом 110, 10 стих. «Начало мудрости, страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповедей, хвала ему пребудет вовек». «Начало мудрости», притча 1,7. «Страх Господень, глупцы только презирают мудрость и наставление». Притча 9,10. «Начало мудрости страх Господень, и познание святого разума, и венец мудрости, и средина мудрости страх Господень». Иуда, 1,12. «Таковые бывают соблазны на ваших вещах любви. Пиршество я с вами без страха уточняют себя. Зато, ускорят тебе, что в жертву хотят принести, как жирного овна. Или город в Касаде готовится. Для чего ты лишний наел? Недавно один мне просится приехать к вам и говорит, что ты будешь делать? Я посчитал у него 60 килограмм лишнего веса. 60. У нас был тут священник, пониже меня ростом, у меня метр 72. 153 килограмма. Вот такое дело. Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, которые жирные, тут и другое, свирепые морские волны, пенищиеся с ромотами своими, звезды блуждающие, которым бледется мрак тьмы навеки. А вот избрание. Первое прорепоминант, 284. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего. Ну, кто может это сказать? Родных, близких, много, а меня он избрал. И теперь перед очами всего Израиля собрание Господне. И во уши Бога нашего говорю, соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам всею добрую землей и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. А если не будешь делать, и земля уйдет Китаем и Южным народом. Это Дмитрий Смирнов прямо об этом говорит. Второе старство 6 глава. Исказал Давид Мелхоле перед Господом, который предпочел меня, отцу твоему и всему дому его. Я прислал и буду проставлять. И дальше Иоанна 13,8 не буду считать, просто покажу. Иоанна 15,16 Господь говорит, чтобы вы шли, не сидели и приносили плод. Иоанна 15,16 напишите. Иоанна 15,7 Вот, прочитать надо все. Чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие, уверовали. Он шел от города к городу. Иоанна 2,17 Сновидениями будут вразумляемы. Тут большой стих прочитать надо будет. А сегодня они оглупляемые, совершенно ничего не понимают. Иоанна 9,10 Было видение. Какие видения были? Он видел, что Господь послал к нему Павла избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами царями и сынами Израиллями. Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. То есть, его еще только избирает Господь, а уже страдания стоят в очередь за ним. Пусть они покажут страдания, эти миссионеры. Деяние 10,3 и 10,17 Как это было? И 11,5 Видение видел. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно. Сами знаете. Почему сегодня видения нету? Дальше пойдут видения по житьям иконы, храмы, иконы и храмы. Сходил. Это видение такое. Но вот считаем 16,9 Было ночью видение Павлу предстал некий муж македонянин. Обеду, видимо, видно было. Прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. То есть, новый фронт открывать приходится. После этого видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там, не литургию совершать только. Идеяние 18,9 не акафисты считать. Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай. Таких видений больше не было. Поэтому царя Грифа я не воспротивился небесному видению. Он вынес на рассмотрение. Еще дальше говорит 20 стих проповедовал язычникам земли иудейской, проповедовал, что покаялись, обратились к Богу. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. 2 Тимофея 4,2 проповедует слово, настой во время, не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением, назиданием. Это качество миссионера. Он не может молчать. Это огонь. Ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И на меня нападка говорит. Он совсем сектант, говорит, стал. А почему тот говорит? Так он говорит, что надо родиться свыше. Да в чем это? Баптисты, что ли? Лапкин все время говорит в Святой Библии. Ну где это написано? Евангелие святое, дело другое. И священник нам говорил, Святой Евангелие. А то Библия. Это Библии баптисты носятся. А он говорит, от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдительен во всем. Переноси скорби. Опять скорби. У них нет скорбей. Совершай дело благовестника, исполняй служение твое. 1 Ферцарькинсам 2, 10, 11 стих, 12. Мы просили, убеждали, умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и силу. По самой мыне мы непрестанно благодарим Бога. Что? Приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли его не как Слово человеческое. Батюшка сказал, Батюшка сказал, но, как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас верующих. Видение в житиях святых. Я просто сейчас беру, ну, начиная со 2 января, Серафим Саровский, Божья Матерь из святых. И явление бесов. Ну, все, вот по порядку я буду сейчас проходить, а ты сними. Вот интересно, Макарий Александрийский, его не любят священники. 19 января. Во время причащения черные эфиопы причащают углем людей. Кто это такие? Григорий Богослов. 28 января Ефрем видел, что на языке произросла лоза и наполнила всю втенебесную. И птицы ели, и тем более она распространялась. Адмидель, это родители, он сел сми так-то. Дальше. Лука 7 февраля. Долго и безуспешно боролся со страстями. Андрей Кураев прямо говорит, проповеди не было. Уходя в пустыню, всю жизнь боролись с анонизмом. И весь ответ. А лекарство очень простое. Женись. Вот, Володя, все это покажи. О видениях. Это полностью по житьям. А вот Иосиф, песнопевец, нагрудил у себя в Евангелии видел. И начал писать гимны и каноны, но никуда не пошел. Ну, хотя это было. Дальше вот этот. Придут эритики. Никон Радонежский. Видел в полудремоте, что пришли к нему Петр, Алексей и Сергий. Полудремоте. Это такое тонкое, в тонком сне, как они пишут. Кирилл Урсалинский видел крест на небе от Голгофа до Илеона. Ну, и так. Александр Невский перед битвой со шведами видел Бориса и Глеба. Что их помощь в битве несомненно будет. Это и видение было дважды. Ну, что с того, схожего-то где? Я дальше перечисляю уже за май месяц. Вот интересно. В 8 мая Арсений Великий. Братья спорили, а кто более угоден Богу? Арсений или Моисей Мурин? И было видение. Два корабля плывут, и на одном на Моисеевом управляет ангел, а на другом где Арсений управляет Дух Святой. Арсений ни с кем не разговаривал, никого не принимал, а тот всех принимал, кормил, и все равно в монашеском житии он ниже. Он кормил ночью, когда старики там где были, он далеко к реке ходил и сосуды приносил и ставил, и кто бы ни пришел, он с ними вместе. Вот так. Пахомий говорит в 15-е видение «Лучшее видение это увидеть живущего свято, я скажу, проповедующего, обращающего по милости Божьей людей». Вот Семен Девногорец, матери Марфы было видение, сказано «Выходи замуж». Да такое видение, это видение сегодня бы сколько отдали? 11 миллионов женщин. И дальше вот оно как идет. А 15 июня Иероним Стридонский. Будьте внимателен, Юрий, на суде оказался его белангел за чтение цистерона и за любовь к нему. Так, чтобы ваша грамота не застила это. Так. Ну, а дальше начались мощи. Вот тут видели. И вот видел крест в воздухе. Александр Каманский видели, что стая голубок слушали его. Это простота его речи. Ну, тут немножко похоже. А дальше вот как Корниль обрели мощи святого Сергия Радонежского. Птиц сладкопевших. Увеличится число братьев в обители. Объяснение какое. В обители. Но не на проповедь. И дальше видел Богородицу. А так, юродивый Андрей. Дальше. Мартин. Когда умирал, то увидел дьявола. Видение. В храме плаща смерти детей. Юлиан сказал, о своих грехах надо плакать. Все. Назарий. Видение видел мать. Сказавшему, иди проповедуй. Вот какая мать была. И вот я перечисляю все. Он видел Павла, там то другое. На проповедь не зовут. Явление Божией Матери. Агнца бил ногой на том месте, где была вода. Климент Римский. А вот Николай Щедотворец видел видение Христа, который дал ему Евангелие. Богородица Аммафор дала Николай Щедотворец. Констанции там видел. А Севастьян. Интересно, 18 декабря. Зоя видела, что ангел держал перед ним книгу, когда он говорил проповедь. Почему она такая проповедь была? Как ты мог так сказать? Он говорит, я не знаю, я как будто считал ее. А она говорит, а я видел, перед тобой стоял ангел, книгу держал. Он считал из нее. Ну и дальше. Нифонт видел 365 полков бесов. А сколько дней в году? Сколько? Ты все выключил, что ли? 360. Вот так. И в поле. А на нем нет пастуха. Вот ответ-то к чему это. Нету. Дальше. Тарасий, уже умерший, велел Михаилу ударить льва мечом, императора. И они в алтаре его убили. А он просил только иконы поднять повыше в храме. Не против икон даже. Убили православное. Православное. И при том, это видение было. А Тарасий, это святой. Измерянина они сделали его за 6 дней. А дальше вот сон. Я специально взял в житиях святых. Просто про... Задержи, а кому надо задержат. Все так. Как что? Евстратий. Не протягивался во сне. То есть скорченный лежал. И не лежал на левой стороне. Все. Других заслуг нет. Максиму Исповеднику он рассказал сон об истинном положении вещей в государстве и церкви. Что разграбили государство, правители, хапуги, миллиардеры каждый день новые. И все гонят в Израиль, в Америку. А его в суд. Он сказал, так за сны-то закон не наказывают. Такой суд. Нету такого статьи-то. И вот во сне мать-то выйти видела. Она пришла к игумену и говорит, зачем ты украл моего сына в монастырь? Отдай его мне. А вот мне понравился из Тараси 25 февраля. Никто не видел, чтобы он для сна снимал одежду свою. Не раздевая сложился. Ну не могу никак еще надевать. Я даже дороги ездил и рубашку на ночь надевал другую. Ян Лесточник. 30 марта. Спал мало, чтобы только не сойти с ума. Акатий. Истинный монах должен спать полчаса в сутки. Дальше. Георгий Победоносец. Вот как будет. Вот все перечисляется. А Арсений Великий сказал, иноку достаточно для сна и одного часа. Но все-таки не полчаса. Семен Девногорец. 30 дней не спал. Виссарем 40 дней и ночей не издремнул. Ни о чем не подумал, кроме божественного. И 40 лет не ложился спать. Только стоя. Это вот все. Какие сны, видения. Какие сны я все показываю-то? Сесой Великий. У него там ученик был. И видел во сне, что его хератонесает. И загорелся желанием стать священником. Не послушав своего, пошел в город. Но на пути его встретил дьявол. В виде голой женщины. Обнимал. И делал всякие мерзости. И едва не задушил его. И только молитвы духовного отца спасли его. И дальше вот мощи. Как спал мало. Почему это у меня там отзыв? Отпись какой. Спал на соломе, борясь со страстью. Не ложился на рогожку. Хлеб изо рта выпадал. 16 сентября, Дорофей. А вот интересно. Дмитрий Ростовский уснул и увидел сон. Варвары, мученицы. Он очистил раку. Они заплеснили его там. И облабызал ее ноги. Ну, какое видение-то? Дальше видел мученика ареста, который говорит тому, ты не все правильно мне написал. Вот еще рано, и вот еще. Я боли и претерпел. То есть даже... Ну, молодец, что написал-то. Иларион Великий. Отвлекся только на молитве. Бесточь скачал на него. Ударил ногами, закричал. Ну, что спишь? Овса захотел. Ибо святой сейчас-то плоть свою называл ослом. Это Григорий Сковорода пишет. Кажется, Владимиром Соловьем такое же было. И вот дальше считаем. Ян Златоустий. Спал стоя и очень мало. 13 ноября. Григорий Акарагандийский. 23 ноября. Многие они спали всю седмицу. Так. И вот интересно. Фомадий Фуркин 10 декабря. 11 лет на постели убыли змеи. Три года муравьи и три года комары. И никого не. А Макарий Александрович комара ударил и долго плакал. Я убийца. Ну, играли же. Я убийца. Вот. А Феофания царица. Кости животных приносили покрытые кожей. Это вот и и ложа. Представьте. Это брать там собачьи или еще кости в Волове. 23 декабря. Нифон. Когда сон подходил к нему, он бил себя палкой. Мелания ремлянка. 31 декабря. Спала по два часа. Вот. Я показал, что спят точно так же. Так это жития. 1173. Дальше явление. В житиях святых. Какие были? Бесов. 57 житий, где являлись бесы. Вот Павла этого не было. Я сейчас перечислить. Буду протаскивать, Володя. Ты засними где. Потом посчитайте, посмотрите. Я показываю, как все изменилось. Какие видения были. Там видел человека, зовущего на проповедь. А здесь бесы. В разных видах. Это ни одно, ни два. 57 житий. И показано, какого дня, как его звать. Я просто показываю сейчас. Я не выдумываю, что с ней стали другие быть. Видение. Это видение. Видение бесов. Дальше. Явление Богородицы. Ну, три жития об этом говорят. Явление умерших. 33 жития. Вот показываю. Умершие. Павлу ни разу. Да вообще ни разу. Вот. Один раз было, Самуила вызывала андорская ведьма. Я вот показываю это. Быстренько пройдем мы. Чтобы люди, которые будут смотреть, они могли тормознуть и посмотреть. Дальше. Явление Христа. 22 жития. 22. Но речь идет не о проповеди. Если Господь, Он говорил, иди проповедуй. Идите по всему миру. А то какие вы быть миссионерами? Все. Хотя у меня много написано. Посмотреть будет можно. Так. Ну, теперь я вас слушаю. Я показал, какие должны быть миссионеры. Должны быть тонкие, звонкие и прозрачные. Хорошо знать Писание, непрестанно молиться, соблюдать все каноны. И как Господь скажет. Меня вот спрашивали, я когда вел занятия, спрашивали, а какая ваша программа? Вот в университетах, когда вел. Я говорю, у меня нет программы. Как? Совсем нету, совсем нету. А как вы? А я на молитве провожу время. Ищу там программу. И она может у меня, как златовый шел, приготовился говорить об одном. Но дорогой нищий показал культяпку свою, посидел и просил, дай хлеба. И он сразу переменил проповедь и стал говорить о милосердии. И милость к падшим призывал. Вот как. Миссионер должен быть сосудом Духа Святого. А эти сегодня, Дворкинская свадьба-то, они ничего не понимают совершенно. Никаких отделов создать нельзя. Это вот так, миссионерские. Можно благовестнические, певческие, благотворительные ассоциации. Это можно. Миссионерские не создается. А как создавать, когда два человека? А что ты создашь? Никак. И вы должны молиться и рассуждать. И Господь покажет. Вот ответ. Спасибо, Христос Игнатий. Ну, еще есть вопросы? Ну, да, небольшой вопрос есть. Ну, вот, в продолжение очень интересно, что в книге Исход, когда Господь посылает Моисея и Аарона, если не ошибаюсь, преподобный Ихрем Сирии, он так и говорит, что это есть прообраз будущего миссионерства, когда Господь посылает уже апостола в подвое. Вот. А когда получается такой достаточно интересный парадокс, миссионер, получается, востребован людям, но не востребован в церкви сегодня? Да. Миссионер может в церкви только рассказывать, как Бог благословил его в путешествиях. Где там? Ходили пешком, вот сколько ходили. Вот я просто буду называть, сказать, вот мы посетили 30 тысяч только в окрестности домов, в окрестности от Потеряевки. 30 тысяч. Наш миссионерский путь был от Барнавол до порта Находки. В Тихом океане там покупалась у меня собачка. Дальше мы снова проехали до Лиссабона, до Атлантического океана. Прошли Турцию, с той стороны Черное море, Скандинавию, Прибалтику, Северное. А мы, я не священник, никто, я не учился, у меня нет ни семинария, ни академии, у меня ничего нету. Мне один упрекнул хорошо знакомый священник, вот, вы, может быть, говорите так о наших диссертациях, что у вас самого-то нет образования. Я говорю, наоборот, мою душу никто не корежил. Я развивался, как дичок в поле. Я все это с пяти лет у Бога выпрашивал на молитве. Я не знал, у меня четыре, пять, четыре, пять там были, а по русскому, это по литературе тройка. Я не мог говорить. Вот тебе еще надо говорить. И Бог внезапно открыл, залил в кости мои как огонь, и я не могу молчать. И что интересно, это Бог положил на сердце в КГБ и говорит, а мы вам не запрещаем проповедовать. Один раз я проповедовал среди истинно православных христиан, 32 человека, все пришли с переходными моментами, все до одного. И по архиерею они, какие были звания, их там, монахи, все. Одна из них, Раиса Шишкина, тут была дальше настаительность на монастырях, Ксения, вот такое дело. Вот у меня один раз, человек 470 было в баптистском собрании, преседитель сказал ко всем, вы все приняли, что говорил, да, вы согласны, что мы сегодня переходим к православию, отвечая, да пусть они покажут эти сегодня фальшивки эти, они, он лжемиссионер, я лжеправославный, лжепроповедник. То есть они, как Златова этот, говорит Достоевский, хочешь сильнее укорить, обвиняй в собственных грехах. Если он блудник, я говорю, что ты блудник, вор, говори на него, и он будет думать, так это ты же, а сказать нельзя, а зачем говорить, это награда. Мне вчера ты ко двое зашли, говорят, вот на вас выступал тут Георгий Максимов, можете найти его, он что-то по виду такой, как будто бы он совсем это, никакой. И он на меня, кто-то спросил, он меня еретиком, ему показывают, вот материалы, златоуджие, он ничего не слышит, он не видит, почему? А уже, меня спрашивают, а почему не принимает? Я говорю, написано, похуливший Духа Святого не имеет раскаяния, ему не дано это. И при том, это не один. У меня тут Бирюков какой-то, Сергей, написал, я на вас ролик составил, а сам где-то в деревне, сейчас второй составляю, другой там, разными именами, как только могут, и Наполеоном, и Гитлером, и отдельно, и Ваалом, и Вильзеволом, что, я говорю, это награда, не надо ему ничего говорить. У меня, ну, подход есть, говорят, понесут имя как негодное, радуйтесь, веселитесь, я по-прежнему ел, пил, спал, молился, они говорят, у меня оружие, я отобьюсь от всех, им ничего не сделать. Если у них, у миссионера, это должно быть с собой. Вот мы ехали дорогой, я постоянно работал, я люблю шить, и у кого еще оторвалось, прорвалось, я сижу сзади и шью. И вот это вот, и мы не меньше семи раз в день молились. Вот заехали в какое-то селение, выезжаем, обязательно молиться. Вот пусть они совершат подобную поездку, миссионерскую. Нас было только двое, и шофер, шофер, Николай Куричина и Виктор Николаевич Савченко. Вот так. Спасибо, Игорь Степинович. Ну, я благодарю. Мне вопросы этот не раз задавали, удобно. Вопросов по миссионерству нет больше? Ну, просто ролик, наверное, большой, может быть, мы потом составим еще вторую часть, есть несколько вопросов, вот, чтобы ролик... Ну, значит, имей в виду, кому-то скажи, этот ролик я постараюсь завтра уже выставить, если Господь благословит, и скажи, какие вопросы, давайте, задавайте, особенно найдите из миссионерских отделов. Бог не составлял, и нигде нету слова миссия, нету, нету, миссия есть, а миссия нету, а миссия, а то, откуда происходит слово-то, ну, понятно, что, а почему? А есть труд апостолы, это апостольский труд. Бог показывает, когда сказать, кому, что, где промолчать, это только Бог руководит, а они этого не знают. А вы почему так говорили? Не знаю. А почему этот человек вдруг подошел, вам что он сказал? Он сказал, я никуда не уйду, с вами пойду, вот как Господь истрелил Бесноватого. Я дорогой проповедовал, они едут, и едут, ну, называли тогда завербованное, с Украины, на заработки ехали, а я дорогой им говорил, я слажу на подстепном, потеряю в качестве, они со мной вышли, я говорю, сейчас поезд, одна минута, куда вы съездите, мы никуда не хотим больше поехать. Он зазомбировал их, и все, гуру, 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 говорю для них, как эти, священники-то, надо молиться, поститься, радоваться, и вот, если он хочет быть благословенным, должен отдавать десятину, десятину, со всех прибытков. Отдаете? Да как это в Ветхом Завете было? Я говорю, ну, когда я покаялся, 27 сентября 1962 года, в 17.00, я только услышал, и мне никто не говорил Ветхом Новом. У меня как высветилось, что, Господи, я хочу больше делать, 9, 10 надаю, 9, одну себе оставляю, поэтому я все время работал на трех работах, на двух. Мне никто не говорил, и вот 55 лет позади, позади. Не надо. Ну, почему я говорю, не потому, что я хороший или что-то, мне Бог это сделал, Он через меня сделал, это Его благодать, я не знаю этого. И мне Бог сразу стер понятие о деньгах, вот сейчас бы кубометр долларов лежит, ко мне не пристанет. Мне сколько в Америке дали, ни одного цента я не съел. Так они на меня обижались, на скирваны не могли за... на мне. Сейчас пишут, а у него интересно, трусы и простыни тоже с заплатами. Я говорю, тоже с заплатами. Рубашка, она 30 лет. А почему? Мне это как раз. Чем больше заплаток, тем теплее. А под каждой заплатой миллион заплат. Как в отверженной кихторе Гюга говорится. Мне просто смешно, они не понимают этого. И вы не хотите... Я вот горшок золота найду, я его обойду. А зачем? Вот перепрыгну через него. Вот человек жертвует, я возьму. Но только он должен быть на 100% уверен, что я ничего не возьму. А если скажут, да так, все, уже не возьму. Даже чуть-чуть я вижу, сомневаешься. Ты не знаешь, с кем разговариваешь. Со мной жена-муженица, она всю жизнь мучается. Тут нельзя температура, лишний уголь не пожди. Электричество с гостями, другая лампочка, чтобы на этом... Сэкономить на этом? Они этого не знают. Почему? Труд до миссионера. Я дорогой еду, я не зарабатываю. И должен на свои деньги. Я положил, вот продержал всю жизнь. Вот мне кто-то подошел и в карман деньги сунул. Ну бывает так. Я пропадываю на площади в Москве, около Кремля. Ну не знаю даже, назвать трудно, где я не пропадывал. Если мне в карман положили деньги, у меня закон был, я должен к этим деньгам приложить свои и отдать, постараться в этот же день. То есть, чем больше мне дают, я делаю, с тем беднее. Я как огня боялся. То есть, я себе поставил преграды такие. А тем более, сейчас 10 июня мне будет 80 лет. И что интересно, вот столько я в жизни пережил, я ни одной таблетки не ел. И я не могу считать себя больным нигде. Я каждый день голубям лажу. Почему? Я для Бога это делаю. Я совершенно не думаю о здоровье, ни разу давление не измерял, температуру. Я не знаю этого. Почему? Мой Бог делает давление, давит когда на меня. Встань и иди. Вот и все. А не пойдешь. Будешь молодушевствовать, поражу тебя, как Иеремия сказал. Ты любимый мой пророк и Михей. Все, брат, благодарю. Все, спасибо, Христос. Аллилуйя.